Итак, первые зубы. Сразу скажу, что по моему многолетнему опыту, зубы это тема, которая, особенно первые, очень редко и по-настоящему волнует детей. Но всегда и очень по-серьезному волнует родителей. Самое сложное в первых зубах это то, что родители, они не готовы поверить доктору в то, что он ничего с этими зубами сделать не может. Но вот хоть все педиатры мира будут биться головой об стенку или что-то делать с этими деснами, каким бы то ни было способом повлиять на прорезывание зубов мы не можем. И, наверное, главная наша задача в прорезывании зубов это не столько вылечить ребенка, сколько успокоить его маму и папу. Собственно, этим на приеме практически всегда и приходится заниматься. У вас был на приеме Алексей Семенов с своей женой и семимесячной доченькой. А мы-то много обсуждали проблемы с зубов. Давайте посмотрим. Давайте. Ты поешь? Давай, давай. Поет. Замечательный ребенок. Замечательный. Давай, давай, посмотрим тебя, да? Так, давай лапы свои. Давай покажем. Что, как у тебя там? Оп-па. Ну, так у тебя и мускулы, и бицепсы, и аще, да? Она у нас сильная девочка. Ты, говорят, актриса, да? Смотрите, какая прелесть, да? Глашуля. О, смотри, родственники. Замечательно. Так, сейчас мы посмотрим. Хорошо. Ап-па. Мы ее готовим в прекрасные жены, великолепную олигарху. Мать, иди ко мне. Что за глупости вы говорите? Зачем ей надо постоянно бояться за жизнь мужа? Да у кого шило в заднице, расскажите мне просто, что тут происходит? Куда вы собрались, девушка? Она активно живет просто. Со второго дня рождения. Теперь, мать, давай садись вот туда, вместе с детенышем. А отец, забирай ваши барские туфли. Вот. А и посмотрим вам горлышко. Точнее, ваши уже теперь предстоящие зубы, в предвкушении которых вся эта семья живет. Она очень охотно открывает рот. Мы периодически пытаемся посмотреть, но достаточно сложный процесс, потому что она смыкает десны. Слушайте, ребята, этому надо столько лет учиться. Смотри, что тебе надо. Тебе надо, во-первых, отклониться. Вот так вот, чтобы она как... О, все, замечательно. Теперь одной рукой обними ее. Обе руки. Обняла ее вот так. Вот, умничка. Все, обе руки. А второй рукой лоб. Лоб. Давай, Голошуля, покажи свои густовые способности. Все, отлично. Давай, принцесса. Смотрим десны. Отлично. Молодец. Отлично. Отлично. Все. И... И верхний. Отлично. Все. Красавица. Все. По крайней мере, зубов нет. Но и никаких воспалений десен у вас тоже нет. То есть тема прорезывания зубов на сегодня очень беспокоит. Уж точно не этого ребенка. Да, то есть есть у вас проблемы. Проблемы есть. Они есть у мамы и папы, которые ужасно озабочены прорезыванием зубов. Что вы вообще лазите ей в рот? Что у вас это... Давай, давай. Смотрите. У нас примерно два месяца назад няня прибежала с такими вот глазами и говорит, у Глаши начали лезть зубы. И мы удивились, подошли к Глаше, действительно задрали так верхний... Стоп, стоп. Почему вы удивились крику лезут зубы, а не тому, что вообще няня прибежала с криком? Вообще, почему прорезывание зубов является поводом кричать? Да нет, это радость. Это такая радость. У Глаши зубы. Вот честно вам скажу. Медицинская наука, вот это должны знать все. Не имеет никаких способов влиять на прорезывание зубов. То есть вот если у вас нет зубов, то трудно себе представить, чтобы доктор как-нибудь закапал ей капельки или дал таблетку, или чем-нибудь, и вы как саблезубые тигры поскакали и подобное. Нет, такого не бывает. Это первое. Второе. Представить себе ребенка, у которого не вылезли зубы вообще. Сложно. Ну это не просто сложно, а это уникально. Нормальный ребенок, у которого будут зубы, естественно. Просто у нас, как только вот приходит вот этот возраст, 6 месяцев, мы уже морально все абсолютно готовы, готовы. Любое нарушение поведения связать с зубами. То есть вот она вякнет, какнет, пукнет, крикнет. Первым делом кто-то начнет лазить ей в рот и выяснять вообще, чего она это сделала. Хотя на самом деле все это полная ерунда. На самом деле. Более того, я точно знаю, точно я знаю не потому, что я такой провидец, а потому что я сам видел, как ейная мать засунула в карман ейному отцу вот такую печенюшку. А ну доставай ее быстро сюда. Клашенька. Давай сюда, давай сюда. И вот эту печенюшку вы таскаете с собой, потому что у бедного же ребенка резут зубы, и ему надо чесать рот. Ну, у нас же засунула какие-то предметы, которые видят. Послушайте, если вы ей дадите шоколадку, мармелад, зефир, ей тоже это будет нравиться. Давайте все-таки исходить не из того, что человеку нравится, а из взрослых людей. А теперь мы уже спрятали улыбку, которые прежде всего отвечают за безопасность собственного ребенка. Понятно. И когда ребенок может отгрызть кусочек, понятно, да, а после этого заплакать и поперхнуться, понятно, да, то всему, от чего может отлепиться кусочек, не место в детских руках. Вопрос к вам, папочка. От этого может отлепиться кусочек? Поэтому немедленно съешь это при мне, и чтобы я больше этого у ребенка не видел. Да, говорились, да? Запомните. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Субтитры сделал DimaTorzok